Всем привет, друзья! Для фанатов отечественных автобусов, конечно, не требуется пояснять, о каком институте пойдет речь в этом видео. На излете существования СССР он именовался в КРИ Автобус Пром, а еще раньше назывался ГСКБ, то бишь Главным союзным конструкторским бюро по автобусам. Именно здесь во времена СССР рождались почти все будущие модели Львовского автобусного завода. В экспериментальных цехах института строили космические лазы, знаменитые туристические лайнеры Украина и даже конструкция автобуса ЛиАЗ-5256 родилась в этих же стенах. А что еще интересного, кроме привычных автобусов большого класса, делали в этом заведении в разные годы. Вот это сейчас и покажу. Например, в 80-е годы там активно занимались разработкой различных изотермических и рефрижераторных кузовов-фургонов нового поколения. Здесь показана 22-кубовая изотерма модели 37661, смонтированная на шасси ГАЗ-5312 с удлиненной колесной базой. Для того времени настоящая экзотика. Это сегодня газончиком и газельком колесную базу удлиняет все, кому не лень. А в то время длина базных грузовиков газ на дорогах было не найти. А еще именно Львов стал родиной самых распространенных советских и постсоветских вахтовок, то бишь специальных транспортных средств для перевозки вахтовых бригад, отдельных пассажирских кузовов, поставленных на практически стандартные шасси грузового автомобиля. Помните вахтовки, которые многие и многие годы выпускали в Нефтекамске? Все они были разработаны конструкторами института. Если упомянутые в прошлом пункте вахтовки были разработаны в первую очередь для производства на заводе из состава Министерства автомобильной промышленности СССР, то вахтовку модели 3966 изначально проектировали для освоения на авторемонтных предприятиях, работающих на нужды сельского хозяйства. Но в итоге документацию на эту машину приобрели десятки заводов с постсоветского пространства, имеющих самое разное подчинение. Практически неизвестным остался проект вахтовых автобусов модели 4203 и санитарных автобусов модели 42031 на шасси КАМАЗа. Заказывало этот проект Министерство обороны СССР и налаживать производство планировалось на Энгельском заводе специализированных автомобилей. Однако в связи с его загруженностью выпуск моделей 4203 и 42031 по договоренности с Минводхозом СССР был освоен на Энгельском опытно-экспериментальном авторемонтном заводе. Сделали таких автобусов в итоге совсем немного. Много внимания во второй половине 80-х годов было уделено проектированию пассажирских полуприцепов для служебных перевозок вахтовых бригад на отдаленные объекты. Полуприцеп, оставленный на объекте, предполагалось использовать в течение дня в качестве бытовки. Осваивать эту продукцию должен был Давыдовский завод сельхозмашин в Московской области. В дальнейшем были разработаны несколько новых модификаций — передвижное кафе, бытовка и спальный модуль. Кроме автобусов в институте периодически разрабатывали и строили опытные образцы перспективных троллейбусов. Самой серьезной работой в этом направлении стала гармошка ЗИУ-6201, построенная в 1991 году широким использованием узлов и деталей автобуса «ЛиАЗ-5256». Единственный образец этого троллейбуса никогда не эксплуатировался и находится в Ереване в частично разукомплектованном виде. Еще в бытность вхождения института в советский концерн «Авторакон» там был разработан прицеп «Дача-караван», предназначенный для буксировки автомобилями «Волга» и «Жигули». Надо сказать, весьма добротный прицеп получился. Планировалось освоение этого прицепа на одном из заводов концерна, но не срослось. Уже в период независимости Украины в институте разработали проект переоборудования грузовиков и самосвалов ИФА в автобус на 27 посадочных мест. Для этого был создан оригинальный цельнометаллический кузов, который надевался сверху на немецкую кабину с отпиленной крышей и задней стенкой. А еще в 1992 году во Львове разработали целое семейство очень классных микроавтобусов с оригинальными кузовами, которые планировалось монтировать на стандартное шасси УАЗ 3303. Машины получились более удобными и более симпатичными, чем устаревшие ульяновские буханки. Заказчиком проекта выступал полтавский завод «Агрария Маш», где такими микроавтобусы всерьез собирались выпускать серийно. В 1997 году для компании Украфтопол в институте разработали проект переоборудования малотоннажного польского фургона «Люблин» в инкассаторский броневик. Не знаю, выпускались ли такие машины серийно, но опытный образец построен был. А это уже привет из 2000-х. Это компактный грузовичок, не что иное, как прототип российского Togas LC100 Master, выпускавшегося некоторое время таганрогским автозаводом, вместо чистокровного корейца Hyundai Porter. В середине 90-х львовский автобусный завод разработал и изготовил в единственном экземпляре прототип микроавтобуса, получившего название ЛАЗ-3210. Он должен был заменить устаревшие к тому времени рафики, но до серийного производства дело не дошло. А про уникальный прототип сейчас уже мало кто помнит. Опытный образец микроавтобуса был продемонстрирован на выставке «Украинский автобус-94». Его козов был полностью изготовлен из стеклопластика, как у советского микроавтобуса «Старт». Габаритная длина ЛАЗ-3210 составляла 4,5 метра, то есть на полметра короче, чем у РАВ-2203. Салон был рассчитан на 9 человек. Под капотом разместили 2,4-литровый дизель польской «Марти Андория», разбивающий 70 л.с., который работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач также польского производства. Рулевое управление и усиленную подвеску позаимствовали у «Волги», а задний ведущий мост взяли у УАЗ-452. Снаряженная масса микроавтобуса составила 1800 кг. Внешне микроавтобус немного напоминал «Форд Транзит» четвертого поколения. Передние фары позаимствовали от малолитражки ЗАЗ-1102 «Таврия», а задней частью «ЛАЗ-3210» здорово напоминал российский «Соболь». Микроавтобус «ЛАЗ» планировали продавать по демократичной цене в 7,5 тысяч долларов, однако сложная экономическая ситуация и появление на рынке российских «Газелей» поставили крест на оригинальной разработке львовских конструкторов. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!